Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Во-первых, Иран пытается играть сразу на нескольких полях, потому что для Ирана в равной степени важным партнером является и Азербайджан, и Армения. Но надо понимать, что для Ирана Армения является очень традиционным партнером именно с точки зрения взаимных культурных обменов и так далее. И это, кстати говоря, играет очень важную роль. Плюс к этому Иран не хочет очень сильно привязываться к Азербайджану, чтобы вмешиваться в более сложную азербайджанско-турецкую политику. В данном случае Армения является усилителем независимой позиции Ирана как самостоятельного игрока. Поэтому я думаю, что здесь Иран пытается сделать ставки сразу на двух клетках. Потому что, конечно, два дня – это финансовый выигрыш, безусловно, но здесь политический фактор, пожалуй, важнее, чем экономический. Во-первых, Армения, Иран, Индия – это так называемый многокомпонентный проект, когда используется целый ряд инфраструктур. То есть речь идет и о морской, и о сахапутной. И в этом плане для Армении это очень серьезное финансовое вливание. Плюс к этому, помимо, собственно, трансфера, Армения может отгружать свои товары и привозить практически по всему пути. И пускай это, конечно, не сопоставимо с общей торговлей, например, которая идет из Индии, для Армении все равно это очень важный транспортный коридор. Понятно, что понятие «закон», оно чуждо в Азербайджане, то есть они могут делать все, что хотят. Вот идея того, что присвоить статус беженца Ильхаму Алиеву, ну, вопрос, беженца с какой стороны? Потому что если он себя рассматривает как житель Карабаха азербайджанец, беженец, как бы это оно. Если он себя рассматривает как армянин, беженец в Армению, это другое. Но тут надо спросить самого Ильхама Алиева. Думаю, сейчас в Степанакерте он будет много чего предпринимать. Открыть первый супермаркет, открыть первый зоопарк, еще чего-нибудь сделать. И все это он будет делать сам и с приглашением всех телеканалов страны. Поэтому на самом деле я не думаю, что все это надо рассматривать всерьез. Надо все это рассматривать в контексте глубоко закомплексованного президента Азербайджана, глубоко психологически закомплексованного, которому важно таким образом самоутверждаться. Мне кажется, что мы очень часто наделяем азербайджанских правителей и персонал Ильхама Алиева какими-то качествами, которые им вообще недоступны. Мне кажется, мы их в чем-то переоцениваем, а в чем-то очень сильно недооцениваем. Да, в основном, почему их переоцениваем? То есть человек просто хотел пропиариться. Но тут, кстати, очень интересный момент. Потому что, например, в Северной Корее вот эти лидеры, там же тоже у них демократические выборы, такие же, как в Азербайджане. Но у них обычно 89% голосуют за них. А Алиев, вот он настолько ценный кадр, что у нас целых 93.9%. Ну, видимо, действительно очень достойный кандидат. Я бы сказал, что у меня категорически не устраивает термин «замолвит» словечко. В этом говорит некая уязвимость, некий комплекс армянский по отношению к России. Я бы сказал, что он все больше некий комплекс неполноценности. Я бы по-другому это перформатировал, разумеется, что не станет ли обсуждаться в интересах Армении. Проблема согласования мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Какую роль в содействии или, так сказать, в поддержке позиций Азербайджана по этому поводу занимает Турция. И готова ли Россия ее каким-то образом скорректировать. Мне чем дальше, тем больше кажется, что Россия практически чуть ли не демонстративно теряет интерес к вопросу этого мирного договора. Единственным пунктом сейчас остается только стремление подписать этот договор при прямом, так сказать, участии Москвы. А еще лучше всего вообще в Москве. Что должно быть, что роль Москвы, азербайджанно-армянскому регулировать. Все остальное вышло от лукавого, потому что сегодня диалог Путина и Эрдогана, центральное место в нем занимает совершенно другие проблемы. Есть две главных контрапункты, я бы сказал. Первый – это Сирия. Это согласование позиций России и Турции вокруг Ближнего Востока. Это ситуация, где нужно донять какие-то красные линии, которые для обеих сторон будут неприемлемыми. В случае продолжения американских ударов по иранским проксикам. В Сирии, в Раке, в Гемине. Обе страны – Россия и Турция, они, в общем, так сказать, акторы, можно сказать, если не первого, то второго плана об этом обострении Ближнего Восточного. И второе – это Украина. Я допускаю, что сейчас, когда стала активно обсуждаться встреча представителей государства, отвечающих за безопасность в Швейцарии, и уже есть предположение, что даже китайцы примут участие в этом совещании без России. Конечно, позиции Турции, которая постоянно настаивает на своих возможностях в качестве медиатора между Москвой и Киевом, представляет особую ценность для Москвы. И вот здесь, мне кажется, основной сейчас интерес России, вот просто основной нам было, да, по отношению к туркам и к Ардагану. Согласовать позиции – это не значит быть их, так сказать, одинаковыми позициями, да? Турции имеют в качестве главного совещания, который уважает свой интерес к вселению своих позиций на Нижнем Кавказе. В этом отношении она является, я бы сказал, органическим, историческим и абсолютно естественным геополитическим, не что же союзником, а контрпартнером России. Поэтому как мы сгласовали? Ну, начинать войну друг против друга, да, можно и так сказать согласовать, да, это и так понятно.